Можно продолжать. Так, сейчас, значит, был вопрос по поводу того, что что-то там тоже еще не работает. Сейчас беремся. Ирина, смотрите, сейчас, на самом деле, даже ничего особенного запускать не надо. Значит, сейчас пока что мы просто создаем какие-то файлы. Значит, теоретически вот этот Streamlit Demo можно запустить. Его можно запустить вот с помощью, значит, не просто так, а с помощью вот такой вот команды из командной строки. Но, в принципе, можно сейчас даже этого и не делать, потому что мы сейчас все равно все это будем запускать на сервере. Пока что мы просто создали три файла. Значит, один вот этот файл. Один вот этот файл, requirements. И еще один вот такой файл, setup.sh. И сейчас я создам четвертый файл. Мне кажется, он будет последним. Значит, который называется, кажется, proc-файл. Дайте проверю. Да, proc-файл. И он совсем короткий. Значит, я написал с большой буквы proc-файл. Это может быть важно. Так, текстовый файл. Значит, вот такой файл. Одна строчка. Так. 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 Ну что, это была простая часть всей этой истории. Мы создали несколько файликов. Теперь давайте попробуем сделать все, что нужно для деплоя. Значит, какой здесь порядок? Ага. Смотрите. Значит, я предполагаю, что у вас установлен гид. Если не установлен, то надо установить, либо установить гид хаб-деск, либо установить просто этот самый гид по тем ссылкам, про которые я писал сегодня в общий канал. Значит, я предполагаю, что у вас должна сработать вот такая команда – git init. Значит, опять же, я нахожусь в том каталоге, в котором мы сейчас все работаем. Запускаю эту команду, и вот, значит, должна появиться какая-нибудь надпись. Ну, давайте я, опять же, чтобы у меня было бы все так же, как и у вас, давайте я попробую удалить. Этот самый гид, а потом его создать заново. Значит, git init. В результате вы должны получить вот такую штуку. Значит, интеллизированный пустой репозиторий git. Вот. Ну, давайте я скажу пару слов на тему этого самого гида. Это такая история, что, ну, когда несколько человек работают над одним файлом, это всегда некоторое мучение. Потому что, я не знаю, если вы когда-нибудь пробовали редактировать вдвоем один, тот же документ, особенно, вы можете себе представить эпоху, когда не было создано какого-нибудь Google Docs. И, ну, это всегда мучение, потому что один человек что-нибудь поправит, другой человек поправит что-нибудь в другом месте, дальше нужно изменения как-то. Сливать, использовать, в общем, в общем, это всегда очень сложно. И программисты, которым приходится часто работать, большому количеству программистов работать над одними и тем же файлами, над одним и тем же кодом, они придумывали так называемую систему контроля версий. Это когда у вас файлы лежат где-то, значит, в каком-то месте, и вы можете... И там хранится вся история изменений. Значит, вы можете создать новый файл или, допустим, модифицировать какой-то файл, добавить его, добавить эти изменения к вот этому общему хранилищу, который называется репозитория. И другие люди видят, что изменилось, кто изменил. Ну и, в частности, могут иногда делать, значит, автоматически делать мерш, объединять изменения. Допустим, есть один файл, один человек поменял начало этого файла, другой человек поменял конец этого файла. Вот. Если они, так сказать, правили разные куски, то можно автоматически их изменения объединить в одно. И вот дальше возникли такие системы контроля версий, которые позволяют отслеживать изменения и организовать совместную работу. И с тех пор ими все пользуются. Ну, в частности, мы сейчас будем пользоваться системой контроля версий, которая называется Git. Но в данном случае мы будем пользоваться не то, чтобы по назначению, не то, чтобы мы будем как-то сильно контролировать версия. Это просто в данном случае способ закачать наши файлы на сервер Heroku, где они дальше будут запускаться. Значит, да. Вот здесь вот я написал этот прок-файл, я его написал неправильно. Потому что у меня здесь написано run-app.py, а должно быть написано run-streamlit-demo. Я тут тоже поправлю сейчас. Значит, давайте, чтобы совсем все это не выглядело полной магией, давайте я скажу, что здесь будет происходить. Значит, мы сейчас отправим все наши файлы на сервер. И дальше на сервере запустится как бы сборка среды, в которой они будут запускаться. Значит, эта процедура запустится с помощью вот этой команды. И здесь сказано, что сначала нужно запустить файл setup.sh, а потом запустить вот эту команду streamlit-run-streamlit-demo.py. Это, в общем, та самая команда, которая запускает наш файлик. А вот эта штука запускает другой файл, вот этот файл setup.sh, который мы перед этим делали. Значит, это файл, который написан на языке shell. Shell — это как раз язык командной строки genuxовых. Когда я набираю здесь какие-то команды, я, на самом деле, набираю команды в shell. И эта штука, на самом деле, очень простая. Она просто создает два файлика в каталоге streamlit. Значит, здесь просто какие-то настройки, которые нужны этому самому streamlit, чтобы заработать. Но, в частности, вот этот e-mail можно просто было бы удалить, он тут не нужен. Ну, если он останется каким-то был, тоже не страшно. Вот. Соответственно, после этого все готово для того, чтобы запускать наш проект. И он запустится уже на сервере. Так, значит... Ну что, давайте дальше. У всех получилось git init запустить? Нет. Так, ну раз никто не говорит, что не получилось, значит, видимо, у всех. Это хорошо. Сейчас, подождите, можно помедленнее, пока ничего не успевается. Да-да-да, я как раз для этого и паузу делаю, и спрашиваю. Так, давайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Значит, он не работает, тогда скажите, что он выдаёт. Он говорит, что не является внутренней командой. Так, а вы устанавливали что-нибудь на эту тему? Ну да, но я не переходил по второй ссылке, которую вы там написали, что если чёт не работает, то перейти по ней. Ага. А вы под какой операционной системой работаете? Windows 10. Windows 10. Значит, вы установили GitHub Desktop, и после этого команда git всё равно не хочет работать. Да. Хорошо, попробуйте, значит, может быть, она здесь не хочет работать, попробуйте, чтобы такого сделать. Попробуйте запустить просто cmd.exe. Он тоже не работает. Он тоже не работает. Так, значит, тоже не работает. Ага. Может быть, он не хочет этот самый, может быть, он не прописал. Ну, вот Станислав пишет, что... А, ну там Стас пишет как-то. Угу. Что можно попробовать по другой ссылке вставить. Хорошо, давайте попробуйте, попробуйте установить по другой ссылке, может быть, всё-таки заработает. Я надеялся, что этот GitHub Desktop — это простое решение, но, видимо, нет. Можно в сторону немного вопроса? Давайте. Смотрите, а не могли бы вы объяснить, ну, хотя бы кратко, как так работает, что мы... Ну, вроде как оно, типа, не устанавливается в своём приложении, то есть, по факту, мы просто, ну, типа, извлекаем вот этот файл на Mac, на macOS. Но, тем не менее, у нас добавляются новые, как бы, команды, командную строку, и кажется, что для этого должна... Ну, по крайней мере, на Windows это так работало, что для этого должны, как-то, системные файлы поменяться. Я, честно говоря, не знаю, как... А как он под Mac устанавливается вообще? Он там как-то скажет? Просто... Ну, то есть, его можно просто скидывать на рабочий стол, и он как бы запускается сразу. То есть, как десктопное приложение на Windows, которое не требует дополнительной установки. В смысле, это GitHub Desktop? Да, 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 да. А, нет, ну, это кажется нормально. Это кажется для Mac как раз нормально, потому что... Его можно поместить в папку Applications, и он тогда будет как бы установлен. Но от того, что... Ну, то есть, от того, что он, в принципе, запускается, это так и должно быть. Ну, то есть, там, по факту, не меняет на Mac никакие системные файлы, чтобы, то есть, как-то модифицировать там командную строку. Вот, у меня она просто звучит user-local-bin-git, это означает, что этот гид никакого отношения к GitHub не имеет. User-bin-git. User-user-bin-git. Да, это, видимо, системный гид, который был раньше установлен. Видимо, он к GitHub не имеет отношения. Окей. Спасибо. Возможно, что у вас X-код установлен к БАУ. Да, скорее всего, да. И там гид просто входит в комплект. А можно такой вопрос? Есть какой-то метод автоматически подрубать файлы с компьютера на GitHub? Что значит автоматически? Чтобы, например, если файл залейт на GitHub, то можно было автоматически обновить версию, если она обновляется на компе. Ну, да, это примерно, он, GitHub примерно для этого и нужен. Ну, то есть, вы делаете, вы, значит, у вас есть какой-то репозиторий на GitHub, вы клонируете этот репозиторий к себе локально, дальше модифицируете локально файлы, как хотите, после этого делаете с помощью GitHub, с помощью либо GitHub-овского приложения, либо просто командной строки git, делаете git commit, это означает, что вы добавили, как бы, ваши изменения в истории изменений. Потом делаете git push, это означает, что вы залили эти изменения назад на сервер, который, вот, который как раз на GitHub. Но мы сейчас, в данный момент, мы никого GitHub-а не используем, на самом деле, мы используем просто локально, локально установленный гид. А мы сможем, в теории, с помощью, ну, вот такой же командной строки сейчас залить то, что мы делаем на GitHub? Да, можно, только там нужно будет прописать немножко по-другому. Ну, то есть, нужно будет, мы сейчас будем его заливать, как бы, на гидовский сервер, который стоит на хероку, а нужно будет написать какие-то другие команды, чтобы залить то же самое, только на другой гидовский сервер. Ну, то есть, я, честно говоря, не пробовал делать такую синхронизацию, потому что я сам с хероку работаю примерно первый раз в жизни. Вот, но думаю, что такое точно возможно. Увел, спасибо. Так, ну что, как, удалось установить гид, значит, под Windows и работает ли? Ну, у меня инсталлятор скачивается, меня, наверное, можно не ждать. Ага, ну ладно. Так, ну хорошо. Так, ну, давайте я тогда, наверное, продолжу. Следующее действие, это мы хотим залогиниться в этот самый хероку. Для этого нужно сделать вот такую штуку. Опять же, я предполагаю, что вы установили хероку CommonLineTools. Если нет, то нужно это быстренько сделать. После этого можно набрать хероку-логин. Он вас отправит в окошко браузера. Вот он у меня отправил в окошко браузера. Здесь нужно кликнуть логин. И вернуться сюда. Все, я залогинился. Да, все получилось. Отлично. Так, значит, следующее действие. По-моему, так, хероку-креат. Значит, все. Значит, создалось приложение, и ему был присвоен какое-то имя. Ну вот, у меня вот такое, у вас будет какое-нибудь другое. Оно случайным образом генерируется. Два слова, потом какие-то циферки. После этого нужно сделать git add-точка. git commit минус m. Сейчас минус a минус m. Ну, я не знаю, здесь любой комментарий можно написать. Сейчас commit. Так, что-то такое добавилось. Даже больше, чем надо. Надеюсь, не повредит. А после этого git push. Давайте я... Вот такая команда. Илья, у меня на команду git add-точка начинаются строчки вида. Значит, у этого файла будут какие-то оригинальные окончания строк в вашей директории и предупреждения. И таких строчек там, ну, миллион штук. В чем проблема? Я думаю, что это не страшно. А, просто они не бесконечно мне приходится прервать. А, это страшно. Сейчас. Можете показать, что точно он пишет? Угу. Сейчас. Можно просто крышет прислать. Что шло перед git commit? Вот такая штука. Какая-какая... Git add... Git add точка. С пробелом. Спасибо. Илья, еще вопрос. А то, что вот после команды git commit у меня по ощущениям, ну, по количеству строчек грузило чуть ли не весь питон туда. Это нормально. Ну, то есть все сработало, но просто очень много... Ммм, я понял, что там произошло. Может быть, это после git add, да? Нет, после git commit. После git commit. А, я понял. Он вам, наверное, весь environment туда поместил. Это, может быть, не очень хорошо. Я плясую Стасу. У меня какая-то бесконечная штука пошла. Так, хорошо. Может быть, я сделал git add точка. Давайте попробуем. Так, давайте вот что сделаем. Давайте все грохнем. Значит, я хочу удалить каталог, который называется точка git. И сделаю все с самого начала. Ой, я как раз скачал эту штуку. Ага. Значит, я опять делаю... Значит, нужно удалить каталог точка git. Ну, вот у меня это делается под... Маком делается, может, команда rm-rf. Только будьте осторожны, эта команда удаляет все, до чего дотянется. Значит, все, что после этого написано, она удалит. Значит, если... Ну, там, под Windows можно использовать, по-моему, rmdir эта команда называется. Ну, наверное, да. Значит, давайте попробую еще раз все это сделать. Значит, еще раз git init. Наверное, нужно еще раз сделать сроку create, или не нужно, не знаю. Сейчас посмотрим. Он что-то странное выдает на rmdir. Он выдает, типа, если rmdir.git, он выдает папка не пуста. А если rmdir-rf.git, он говорит, не удается найти указанный файл. Сейчас нужно посмотреть, как удалить непустую папку под rmdir. А, потому что нужно не rmdir использовать, а дел 3. Спасибо. Видимо. А, может быть, можно попробовать написать backslash s. Подожди, не backslash, а прямой слэш. Del 3 не является внутренней или внешней командой. Хорошо. Давайте попробуем rmdir пробел слэш s. Вот так вот. Ошибка в синтаксисе команды. Сейчас. Ну, значит, rmdir пробел слэш, прямой слэш s пробел точка гит. Вот так должно быть написано. Которая не должна быть ошибка. Все, он справился. Можно еще вопрос? Да. Ну, смотрите, у меня теперь командный гид работает в cmd, но в командной стреке, а в этой в терминале не работает. Ну, я думаю, потому что терминал не подгрузил соответствующие изменения в переменное окружение path. Ну, есть два варианта. Первый вариант – просто попробовать перезапустить PyCharm, посмотреть, что из этого выйдет. Думаю, должно помочь. Теперь мы заново установим sdm-репризаторию и все по списку, да? Да, значит, теперь последовательность команды такая. Давайте с самого начала. Вот мы, значит, у тех, у кого был создан точка гид, удаляем его. Дальше git init. После этого еще раз heroku create. После этого только давайте теперь добавлять не все на свете, а добавлять только то, что нам нужно. Просто я перечислю те файлы, которые мне нужны. Procfile, requirements, setup и streamlit demo. Четыре файла мне нужны. Теперь git commit. Ну, как-нибудь можно здесь его обозвать. Он говорит, commit with a doesn't make sense. Можете скриншот прислать? Да. 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 Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Просто выглядит это намного проще, чем через консоль, и не добавишь лишнего. Как это... Можно, конечно, похалеварить на тему преимуществ консоли и ее недостатков, но, в общем, можно делать так, как удобнее. Я думаю, что по HR подцепил это самое гитовое окружение. Продолжение следует... Не нравится. Там нет пробела переда, потому что выглядит как будто есть. Нет, там нет пробела. Сейчас, стоп, там не должно быть пробела переда. Не должно быть. Сейчас, я тут немножко пропустил. Что должно быть в файле requirements? Может кто-нибудь скинуть? В чатике уже есть, в этом самом слэке есть. А, слэке? Спасибо. Тогда он пишет, что commit a is not a git command. Нет, должен быть пробел после commit, но не должно быть пробела между минусиком и a. Нет, команда написана вроде правильно. Почему она не хочет работать? Git commit... ...excess... Чего-то даже не выглядит. Сейчас разберемся. Так... Слушайте, сейчас, можно на секундочку тогда ваш экран? У кого-нибудь, у кого выдается вот такая же ошибка? Да, я могу предоставить. Да, я могу предоставить. Так, я тогда попробую остановить свой шер. Так, я хочу контроль над вашим компьютером. Так. Git. Оказалось, by git, он и есть git. Чего мне не нравится? Git commit. Так. Так. Никто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, он считает, что commit — это часть файла. Боже мой. Как же тогда это делать тут? Если так... Нет, так тоже нельзя. Что-то ерунда какая-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да... Я, конечно, как-то закоммитил. Но я не понимаю, как я это сделал. я не понимаю почему не сработала такая команда обычно хорошо может быть так нужно было сделать git минус a minus m you commit commit нет сейчас я просто то есть понять как как эту проблему решать систему сейчас мне удалось я случайным образом решить но я не понимаю как это и а буква л еще да 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 я вижу ворота так ну хорошо допустим еще раз попробую гид комит минус а минус м чего-нибудь теперь работает загадочно в общем мораль видимо такая можно попробовать просто сделать гид комит безо всяких опций посмотреть что будет чисто до конца сегодняшнего дня дойдут только самые упорные до конца сегодняшней сегодняшнего занятия там просто интересно что в конце будет так на что какой какой статус значит кому удалось все таки сделать этот самый несчастный комит вот вы должны увидеть какой то вот такого типа сообщения вообще все получилось вроде получилось так у кого не получалось у кого выдавалась ошибка а не у вас была такая ошибка удалось ли вам с ней справиться каким-то образом я еще не понимаю что происходит если честно я набрала гид комит у меня выдала кучу каких-то строк там каких-то разных цветов там вообще непонятно да все правильно так и должно быть теперь самое сложное отсюда выйти потому что вы попали в вим вим это такой специальный программистский текстовый редактор из которого сложно выйти значит смотрите значит нужно нажать следующее нужно нажать кнопку ай появилась insert внизу наберите что угодно хорошо теперь нажмите escape так после этого нажмите двоеточие ладно так сейчас ладно давайте я просто после пары напишу мы это разберем не я сейчас вы буквально в шаге от того чтобы выйти из вима это уже большое достижение будет он просто перебрасывает вообще непонятно куда да хорошо вернитесь вернитесь мы с помощью мышки вернитесь в что значит вот это окошко где у вас консоль открыта нажмите двоеточие сейчас он 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 все он сдох может на 2 сек заново просто дитвинет так хироку креет после этого мы делаем значит после этого после этого нужно добавить файлики вот гит-эд можно все эти команды это слаг скинуть да можно значит порядок был такой гиты нет потом хироку креет потом вот такая штука потом можно попробовать вот такую штуку если заработает ну что такая кавычка нужно после этого нужно сделать гит уж хироку мастер и вроде бы все должно заработать то что давайте попробуем набрать гит уж хироку мастер посмотрим что это выйдет ну вот что-то происходит пока происходит мы нажали и и и потом что плат потом что угодно потом escape а потом нужно вернуться в это кошечка если вас вынесло из этого кошечка вдруг нажать двоеточие ну ладно я потом тогда попробую с вашей клавиатурой поработать так ну вот смотрите собственно говоря сейчас происходит сборка нашего проекта на сервере что ему не понравилось ну ладно говорит диплойт давайте попробуем зайти посмотреть что получится работает илья у меня такая проблема то что у меня все просто работало но проблема в том что я когда мы импортировали пакеты я импортировал matplot lib как matplot lib .plot а не pipplot и соответственно сейчас у меня на сайте дает ошибку то что модуль not found error да значит нужно исправить исправить ошибку в коде а потом еще раз сделать еще раз добавить а собственно говоря потом нужно закомитить этот это изменение а и то есть сделать еще раз гид комит а потом не включая ничего да ничего не включая нет они смысле что будут что сейчас сервер работает сервер работает сервер работает сервер работает и он так 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 и будет работать он сам выключится через полчаса но если снова кто-то зайдёт на него снова включится последнее, что мы сделали это вот такую штуку git push heroku master нужно git commit может быть нужно git commit минус а чтобы он точно модифицированный файл закоммитил после этого еще раз git push окей спасибо а можно тут такой вопрос у меня проблема на шаге git add и дальше прок файл он не выдает path.spec.proc.file.did not match any files значит у вас нет такого файла надо проверить что файл действительно есть он действительно так называется что называется так с большой буквы вроде пока все правильно может он не там лежит все-таки может он не там лежит но сделайте dir посмотрите какие у вас файлы есть или ls в зависимости от операционки так Илья еще один вопрос меня просят теперь закомментировать я сделал с минуса и меня просит напишите какой-то коммент и снизу insert как пропустить это значит та же самая история нужно напишите что угодно сейчас потом нажмите escape потом нажмите двоеточие появилось двоеточие там внизу? да появилось отлично wq enter wq enter wq enter wq enter wq enter все-все супер сработало вроде ура вы вышли из vima да так и теперь нужно git push heroku master да спасибо спасибо Так, ну как работает? Так, ну у меня перезапускается пока просто. Тоже снова начну устанавливать, вот и все. Угу, ну да. Ну по крайней мере у меня работает. Спасибо. Спасибо. Илья. Угу. Я считаю, что он не на вашем локальном компьютере видится просто потому, что адрес в адресной строке это не 127.0.0.1 и не localhost, а это что-то там в домене Heroku App. Что-то где-то там. Какие лимиты по использованию? Какие лимиты по использованию? Это же бесплатная хрень. Бесплатная, да. Я честно говоря не знаю какие там лимиты. Мне кажется, что для таких вот приложений, которые ничего не хранят, они может быть ничего и не хотят. Не знаю, надо просто посмотреть. Хироку Димас Пай. Вот они, кстати, мои. А если они отображаются теперь на сайте Heroku, вот то, куда вы только что зашли, получается их можно как-то оттуда и запускать? Ну, оно уже как бы запущено. Вот всякий раз, когда я захожу на… А, то есть я уже могу закрыть PipCharm? Да, да, да. Все, все. Ваше… Уже вот это вот, вот то, что вот вы сейчас видите, это живет где-то на сервере. К вашему компьютеру или там к моему компьютеру это в данный момент уже не имеет никакого отношения. Окей. Вот. Оно запускается на сервере. Значит, чего они хотят за… А, ну вот у них, вот у них ограничение 512 мегабайт памяти. И есть какое-то количество часов, которые… Жидкое number of process types, которое 2 у бесплатного. Не знаю. Это не какое-нибудь количество одновременных юзеров, потому что они такое нет. Думаю, что нет. Потому что даже 10 одновременных юзеров – это мало. Нет, не знаю. Мне интересно, что такое monthly free dinner hours. сколько они… Сколько они… Они там, видимо, это как-то тарифицируют по тому времени, которое ваше приложение реально работает, реально потребляет ресурсы. Можно посмотреть, сколько они на халяву дают. Можно еще вопрос по тому, что происходило? Да, давайте. Какая реакция должна быть после git added? Ну там прок файл и так далее. Сейчас я покажу. А то он у меня просто ничего не сделал. Значит, по идее он должен сказать, что он эти файлы стал добавлять. Сейчас, где-то это было… Ну вот какого-то такого типа штуки он должен выдавать. Это уже после git commit, вроде как, нет? Нет, это на этапе git add. Вот, сейчас… А, нет, вру. Вру, да. Когда git add, он вроде бы ничего не говорит, да. А, потом git commit и должен вот четыре такие штучки выдать. Да, да, да. А, хорошо. А дальше я пишу вот git push и так далее. Угу. Он мне что-то думает-думает, а дальше выводит error. Какой error? Я не могу сказать почему. Ну, значит, тут два error, походу. Там, где remote написано, вот, написано couldn't find a version that satisfies their requirement. А, нет, это не страшно. Это пусть он пишет. Скорее всего, это не страшно. Нет, сейчас. Вот он выдает какую-то вот такую длинную штуку. Да, 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 да. Да, хорошо. Но вот он до конца этой штуки должен довыдавать и выдать вам вот такую штуку. Что-то там дипловать ту хероку. Да, только вместо этого он мне выдал remote rejected и что-то error failed to push some refs to что-то там. А, хорошо. Тогда нужно посмотреть конкретно, что он там вам выдает. Выдает, но, значит, наверное... Можете просто свой экран расшарить? Я сейчас посмотрю. Ага, сейчас, да? Здесь нажать нужно. Нашел. А, все. Видно. Так, значит... Сейчас куда-то оно все делось. Ну, сделайте еще раз этот самый git push. Угу. Так. Что ему не нравится? ... Это так и было. Так... Докутилс... сейчас посмотрим а можете показать свой файлик сейчас как-то у вас странно это выглядит сейчас нет мне нужен не скрипт у меня все скрипт лежит вообще все и так сейчас секунду можно мне тогда такую штуку сейчас значит мы сейчас просто находимся в этом самом скрипт и вообще только там и живем это не очень правильный подход ну ладно так здесь есть requirements давайте посмотрим через пишут здесь ему зачем-то понадобились докутил с 0 15 2 вин 32 да я понял это какие-то очень странные requirements которые возникли не очень понятно не очень понятно откуда давайте мы эти requirements и заменим на какие-нибудь нормальные requirements допустим значит допустим pandas что у нас там еще было стремит что какие-нибудь пакет установят из этих ну почему плотник значит просто из-за того что из-за того что вы поместили ваш файл а вот в этот каталог в котором много всяких других файлов requirements вытащил зависимости не вашего проекта отчета другого кого-то другого файла и в результате все сломалось значит ну вот можно попробовать как-нибудь так сделать значит теперь я хочу гид комит интересно ну допустим вот так попробуем ну да вроде работает все я думаю что сейчас работает непонятная магия короче но тут действительно сейчас было много магии потому что мы как бы столкнулись с довольно короче некоторые элементы системного администрирования начну конкретно то что сейчас здесь произошло история такая что нам нужно сделать список тех пакетов от которых зависит наш пакет вот эта автоматическая утилитка который мы использовали piprex она каким-то образом автоматически анализирует ваши питоновские файлики и вытаскивает из них зависимости но вы ее запустили не в том каталоге где лежал только ваш питоновский файл я вы его запустили вот в этом каталоге лежит много всяких разных питоновских файлов и как-то она очень странно вытащил эти зависимости я знаю как она работает вот все равно она должна была вытащить как бы под множество которые нам нужно ну ну я говорю я и тут тут я не знаю как она сработала и как она должна сработать я эту утилит первые в глаза вижу вот и можно было бы зависимости просто ручками написать вот я сейчас просто ручками написал список тех пакетов которые мне нужны от которых я знаю что мой пакет зависит ну вот он пожалуйста ваш отчет получился задеплоилось ура спасибо так хорошо так ну что давайте еще вопросы значит у кого чего не получилось пишется типа записывание сколько-то процентов и он получается минут за 10 записал 50 процентов или это я ему тоже в какой-то не тот каталог возможно что вы ему действительно скормили слишком много файлов что он сейчас весь ваш инвалид пытается отправить на сервер можно просто начать самого начала грохнуть каталог гид после этого но вот . гид после этого еще раз добавить ровно те четыре файла которые нам нужны вот эти хорошо тогда по идее он не должен так долго ничего такого делать но просто там внутри этого каталога находится на самом деле в каталог . n в котором находится вообще весь питон который нужен для того чтобы запускать на это не то что мы хотим на сервер отправлять так давайте еще вопросы мне кажется у меня такая же проблема как у дани но я не получила страшить таким же способом так а какая проблема там все и кабака так так джекты посмотрим джекты 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 а когда будет нажать на замочек работе должно по идее так говорят я контролирую ну-ка дайте проверю и то что я хочу так сейчас вот верните мне в печаль так значит чего здесь происходит сейчас давайте попробуем проверить что у нас правильный этот самый рекламен закоммитился так пока что у меня ничего не могу писать так почему то я могу двигать мышкой но не могу работать с клавиатурой но хорошо можете тогда попробовать еще раз сделать гид гид дать вам еще раз сделать гид коммит ну например так сейчас что его не так да и попробуйте еще раз делать гид пуш я пару уже все да то есть вы уже просто объясняете людям на видимо да у нас 1505 больше нас через пять минут выгонит с этой аудитории хотя это очень смешно ну ладно давайте бы все добрых да но если еще вопросы то мы можем просто перейти я не знаю выгонят нас не выгонят если еще вопрос то мы можем еще перейти в другую аудиторию да нету все сработало просто отлично если дальнейшего развития не будет но видимо уже видимо уже не успеем сделать дальнейшее развитие но на винде как-то очень сложно работает по сравнению с маком вот конкретно нет нет я сейчас я вот эту соясинистную проблему не понял что такое почему она почему она отказывается делать гид коммит минус а минус а при этом она готова сделать гид коммит просто но она просто выдает текстовый редактор очень специфический и ну не знаю в общем это не самый простой опыт прям скажем но но зато мы задеплоили сайт прикольно же так ну все или вроде она сейчас соберется я думаю что заработает так хорошо ну что тогда наверное тогда наверное на сегодня все значит если есть еще вопрос на эту тему то пишите звоните вот надо вам какой-нибудь домашек теперь про все про это придумать до свидания